Я долгое время был противником партии «Единая Россия», и это действительно правда. Но объективно в настоящий момент партийная ячейка очень сильно поменялась, преобразовалась. Началось это, наверное, в 2013 году, и сейчас это все продолжается. Сейчас сильное руководство как у местной ячейки, так и на федеральном уровне «Единая Россия» тоже очень сильно и достойно представлено в Государственной Думе. Объективно других политических сил, каких-либо в районе сильных, способных реально что-то делать, принять участие в праймере с партией власти мог каждый желающий, даже не являясь членом «Единой России». Прием документов у потенциальных кандидатов в депутаты продолжался целый месяц, с 23 марта по 23 апреля. Теперь специальная комиссия изучит и проверит документы, предоставленные участниками предварительного голосования, и вынесет вердикт. Этот этап продлится до 28 апреля. Уже в мае зарегистрированные кандидаты проведут дебаты и встречи с избирателями. Давно меня просили и от области, то есть свои товарищи, инвалиды-колесочники, просили идти в депутаты. Как-то я сначала, ну не то что сомневалась, еще не созрела. Теперь уже как бы жизненные ситуации диктуют, что надо действительно включаться в тот процесс общественной работы, который необходим для, как говорится, созидания нашего будущего. Я люблю свой город и убеждена, что каждое поколение должно делать его еще лучше, красивее, решать поставленные задачи и текущие проблемы. Я родилась в Сергиевом Посаде, училась в Сергиевом Посаде. В данный момент работаю в Сергиевом Посаде в области государственного муниципального управления. Я не понаслышке знаю о текущих проблемах, с которыми жители сталкиваются повсеместно и каждодневно. Предварительное голосование в Сергиевом Посаде и Скоропусковском пройдет 21 мая. Всего будет открыто 12 избирательных участков. Продолжение следует...